Действия Путина кажутся нелогичными, только если вы исходите из допущения, что он хочет благо России. Если вы просто посмотрите на это с другой стороны, то есть сидел себе человек, находилась в GS7, что страна получала триллионы долларов за свою нефть, газ. И зачем же от всего этого отказываться? Сделайте допущение обратное, что человеку надо именно развалить Российскую Федерацию. По каким-либо причинам, подкуплен он или просто хочет войти в комплекс герострата, он хочет войти в историю, как не сжегший храм Альтемиды, а разваливший крупнейшую страну мира. Мало ли. И все станет на свои места. Мудрится сделать из Российской Федерации самую подсанкционную страну за годы своего правления. 25 лет. Мудрится сделать врагами даже самые близкие, даже самых близких соседей, с которыми там 350 лет жил в едином государстве. В любом случае, не парьтесь по этому поводу. Я думаю, в этом году, в 2024 уже все закончится. Крайняк там в 2025, потому что нет ресурсов у Российской Федерации терять по 100 тысяч людей в год. И даже людей-то она не жалеет своих, но просто техника там уже тю-тю. Да? Вы же видите, что уже не на МТЛБ-шках уже атакуют. МТЛБ-то вообще, ну, короче, не важно. Не переживайте. Я думаю, что вот сейчас нам оружие стало уже поступать американское. Там обещают много сюрпризов. Сейчас смотрим на Крымский мост. Как только он уйдет вслед за тем мостом, который предыдущий фюрер построил. Да? В курсе, да, Гитлер мост строил крымский? Его уже нет. Но на том же самом месте. Вот и на этом месте тоже не будет. Не переживайте. Закончится все в этом уже году. Я сильно на это рассчитываю. Не вижу повода не думать так. Так.